Стихийное строительство и махинации с земельными участками стали главной причиной обращения депутата Асхата и Магомбетова к градоначальнику. Последней каплей, переполнившей чашу терпения народного избранника, послужило строительство автостоянки на территории детской площадки в одном из районов города. Вмешательство местных жителей и молодого депутата на некоторое время помогли признать строительство незаконным, но с появлением нового хозяина стройка возобновилась. Валентина Ивановна – жительница того самого дома, во дворе которого и собираются строить автостоянку. Защищая в первый раз детскую площадку, встала на пути у бульдозеров. Начало нового строительства окончательно лишило ее веры в справедливость действий главы города. Нету веры ему. Нету веры. Если он нам дал всем жителям, то ответ – отказ. И вдруг здесь человек, а как я могу к этому человеку пойти? Я пошла уже протокол. Этот и множество подобных случаев стали причиной прокурорской проверки. Она обнаружила – грехи у Акима города есть. Почему же тогда он молчит, недоумевает депутат? То ли наш Аким город согласен со всем этим, то ли он не согласен. Единственное, что мы увидели, единственное, что мы услышали – это то, что нашего господина архитектора Джиембаева, что его уволили. Сейчас мы видим, что власть хочет очиститься таким образом, уволить одного человека, обвинив во всем его, хотя мы знаем, что он не самостоятельная фигура, он сам не мог все то, что творится, делать только один человек. В своем обращении Асхата и Магомбетов просят найти виновных и организовать расследование фактов превышения должностных полномочий и коррупционных правонарушений с привлечением представителей СМИ, НПО и общественных деятелей. Прошу рассмотреть возможность своей ответственности в полной мере перед карагандинцами, принести им публичные извинения за допущенные нарушения законодательства и принять соответствующие решения вплоть до добровольной отставки. Ответ на свой депутатский запрос Асхата и Магомбетов будет ждать в течение месяца.